Девушки отдыхают В физической таблице есть группа химических веществ галогенов, называемых галогенами. Йод – твой самый большой галоген. Это самое важное. Йод – важнейший элемент. Если у тебя дефицит йода, у тебя будут проблемы с щитовидной железой. Если у тебя дефицит йода, у тебя будут проблемы с метаболизмом сахара в крови. Говорят, что ты не можешь заболеть диабетом второго типа, если не будешь эффективно использовать йод. Значит, ты знаешь, что есть целый огромный. Йод предохраняет твои почки от заражения. Это сохраняет твою печень от заражения. Это дезинфицирующее средство. Это абсолютно необходимое питательное вещество йода. Но это самый большой из галогенов. Хорошо, значит, участок рецептора йода – это большой участок рецептора. Хорошо на сотовом, если что-то еще попадет в этот рецепторный участок, в котором у нас есть бром, фтор, хлор или хлорид и хлорид. Хорошо, это меньшие голограммы, чем те молекулы, которые меньше. Хорошо, они могут поместиться в том же месте рецептора. И когда они это делают, они блокируют всасывание йода. Хорошо в нас, только когда в твоем организме будет избыток йода, он начнет выделять фтор, хлорид, бром и тому подобное. Хорошо, хорошо, тогда йод может поместиться в этот рецепторный участок. Поэтому, когда я преподаю токсикологию в университетах, первое, что я говорю людям, это то, что если у вас дефицит питательных веществ, вы – губка для токсинов. Хорошо, точно так же, как я показываю тебе здесь, если тебе не хватает йода в этом месте рецептора. Хорошо. И ты соприкасаешься с фтором. Хорошо, в воде, хлорка в воде. Бром – это консервант, а хлеб и все, что выпекается, содержит бром в качестве консерванта. Так что, если ты вступаешь в контакт с этими другими токсичными элементами, хорошо, и тебе не хватает этого йода, они проникают в этот рецепторный участок. Так ты, ты буквально впитываешь это. Ты просто с готовностью поглощаешь эти питательные вещества. Теперь фторид. Токсичность фтора вызывает. Кость должна раствориться. Это действительно приводит к растворению зубов, веришь или нет, но разве это не Флорида? Это должно быть полезно для наших зубов, и это то, что они нам говорят. Я им не верю, но это то, что они нам говорят. Если ты получишь достаточно фторов зубы, твои зубы сгниют и выпадут. Вау. Это. Это одна из. Одна из токсичных реакций во Флориде. На самом деле это один из признаков токсичности фтора. Ладно, это отвратительно. У тебя выпадают зубы. Верно. Хорошо. Сделай то же самое со своими костями. Это разлагает твои кости. Это заставляет кости становиться мягкими и хрупкими. Так вот почему я прочитал исследование за последние пару лет о том, что этот фтор был связан с остеосаркомой. Да, вот почему. Конечно. Рак костей. Конечно. Рак костей. Хорошо. Конечно. Конечно. Это ослабляет кость. Ты знаешь, что это ослабляет зубы? Ослабляет челюсть. Ослабляет кости. И ты знаешь длинные кости. Бедра ты знаешь. Правильно. Посмотри на все это. Замена тазобедренного сустава, которая должна произойти. Ты знаешь у нас, знаешь ли, ослабленные кости. Хорошо. И знаешь, кости слабеют по мере того, как мы становимся. Они становятся костями, становятся тверже и менее гибкими, когда мы становимся старше. Они этого не делают. Они не должны становиться более хрупкими. Хорошо. Если у нас будет приличная диета, мы получим много минералов. Мы минерализуем наши кости. Они не должны. Они должны стать более жесткими, не более хрупкими, но почти неизбежно и самыми старыми. Я помню свою бабушку до того, как она умерла. Конечно. Я думаю, она сломала ее. Даже не обнял ее. Ты знаешь, однажды она сломала бедро, просто гуляя. Конечно. 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 Да. Ужасно хрупкие кости. Мы были флоринированы в Соединенных Штатах. Около 70 лет. Сильно фторированный остеопороз свирепствует. Это свирепствует среди мужчин, пожилых мужчин. Ты знаешь, тестостерон, который наш, ты знаешь, мальчик, гормон, должен поддерживать наши кости крепкими. Понимаешь? И несмотря на это, Флойд все еще разъедает наши кости. Расскажи о связи фобической кислоты и лечении рака. Хорошо, очень хорошо. Фульвовая кислота. Фульвовая кислота – это продукт разложения органического вещества. Ладно, как я думаю, это компост. Хорошо, как? Как компост разрушается. Хорошо, это заканчивается в этой черной почве. Хорошо, это хорошая, хорошая вещь. И причина, по которой это хорошая штука, в том, что ты взял 50 фунтов отходов, хорошо. И разложи, скажем, до 5 фунтов почвы. То, что у тебя есть в этой почве, это питание 50 фунтов отходов, все сконцентрированных в этой почве. Ну, есть такие вещи, которые называются гуминовыми сланцами. Их депозиты по всему миру, и то, чем они являются, это депозиты. Ну, так или иначе, в какой-то момент истории это были огромные леса, на которые были сброшены тысячи тонн грязи, а затем тысячи галлонов воды. И в некоторых местах на них свалилось так много грязи, что они вдавливаются ниже в корку, и это. Тот, то давление, под которым они находились, привело к тому, что биомасса превратилась в нефть. В других местах это было гораздо ближе к поверхности. И микробы в почве, бактерии и все другие микробы в почве действовали на эту биомассу, весь этот покрытый лес, хорошо. И разложил его, и то, что у нас осталось от этого, гуминовый сланец. И это в основном составная почва. Хорошо, хорошо, что мы делаем, так это берем это и извлекаем полную кислоту. Теперь полной кислоты, это самая маленькая частица этого компоста, если хочешь. Хорошо. В нем есть вся генетическая информация, все питание, все антиоксидантные способности. Молекула фульвокислоты содержит 14 тетротриллионов электронов. Это можно пожертвовать. Тетротриллион. Это 21 ноль после 14. Это. Это номер, который ты не можешь пройти. Это непостижимо. У одной молекулы есть столько электронов, чтобы пожертвовать. И это одна из проблем со свободными радикалами. Конечно, это гаситель свободных радикалов. И он такой-такой крошечный, что работает снаружи камеры. Работает внутри клетки и работает над различными компонентами клетки. Самое главное, это работает в митохондриях, генераторе клетки, генераторе энергии для клетки. Хорошо, в цикле Криба, энергетическом цикле, который митохондрии должны пройти, чтобы произвести клеточную энергию. СПС. Углеводы расщепляются. Хорошо. У тебя есть углеродная и водородная связь, которая расщеплена. Хорошо. И когда это происходит, энергия высвобождается в митохондриях, вырабатывающих АТФ. АТФ поднимается в остальную часть камеры. Клетка делает это. Это его работа. Проблема в том, что когда это происходит, у тебя есть углерод. Фрагмент в водородном фрагменте и... О, это называется свободными радикалами. Хорошо. Мы называем их клеточным мусором. Свободные радикалы. По сути, это похоже на то, как если бы у тебя была дровяная печь, и ты жег там дрова в течение недели и никогда не вытирал залу. В конце концов, в лесу полно пепла, и ты ничего не сможешь сжечь. Да. Вот что происходит с нами самими и заставляет их умирать. Хорошо, в них так много фрагментов. Питательных веществ, плавающих в них. Что это? Это уничтожает клетку. Это больше не может гореть. Хорошо. Ты больше не можешь усваивать. Фоновая кислота проникает в клетку и может превращать все эти фрагменты питательных веществ обратно в пищу. Вау. Это классная штука. Это очень классная штука. Очень классная штука. Я никогда не слышал об этом раньше, и ничто другое не делает этого. Это. В том-то и дело, что мы можем. Это антивозрастное средство. Ясно. Это антиоксидантное средство. Это молекула, которая будет переносить электричество. Хорошо, значит, он действует как электролит в твоей клетке без минералов. Это один из. Это феномен. Это так. Это феномен. Когда ты чувствуешь себя усталым, хорошо, когда ты устал и просто выбился из сил, у тебя просто не так много энергии на клеточном уровне. Ты не очень хорошо переносишь электрический заряд. Так что, если мы сможем подзарядить аккумулятор, цитирую без кавычек, мы все внезапно почувствуем, что у тебя снова есть энергия. Ты знаешь, все начинает функционировать так, как должно. У них есть. У них есть электричество, чтобы работать. Хорошо. И наше тело наэлектризованное. Они электрические. Точно. Теперь вся эта функция здесь, вы знаете, повышение электрической мощности, преобразование свободных радикалов, привлеченных к питанию. Все это замечательно. Но фолиевая кислота также действует, как система доставки. Хорошо, когда ты. Ты можешь связать питательные вещества с фульвокислотой, и она доставит эти питательные вещества. Это наномолекула. Это микро-наномолекула. На самом деле, он меньше, чем нано. Поэтому он преодолевает все барьеры в теле. Кровь, мозговой барьер, все. Хорошо, все. И он может переносить питательные вещества в любую ткань, в любые клетки, куда бы они вам не понадобились. Доставь питательные вещества. Но самое интересное в этом то, что он доставляет питательные вещества. Для этого понадобятся отходы, или тяжелые металлы, или пестициды, или что угодно еще. Все, чего не хочет клетка, или все, что вредит клетке. Подними это, это скрипит это. Это приведет к превращению ртути в фульвокислоту и выведению ее из системы. Хорошо, так что ты получишь этот обмен, который там происходит. Поэтому я говорю всем, что это Икс, как человек из АПС и мусорщик одновременно, ВАУ доставляет посылку, собирает мусор и выносит его. Поэтому, когда дело доходит до рака, раковые клетки обладают очень низкой электрической активностью. Так что, если мы сможем повысить их электрическую активность, что делает фульбиновая кислота, мы убьем их. Мы убиваем. Высокая электрическая активность убивает раковые клетки. Вот. Все в истории, у кого на данный момент был рак, в них попала молния. У всех, кто пережил удары молнии, у кого был рак, не было рака после того, как в них попала молния. Без шуток. Без шуток. По всем направлениям каждый больной раком, потому что эта электрическая энергия убила рак. И вот, что делает фобическая кислота. У кислоты есть способность электролита повышать электрическую активность в клетках, и она разрушает раковые клетки. Таким образом, у нас также есть возможность удалять отходы, доставлять питание. Хорошо, это не говоря уже о зависимости от фульвокислоты, которую ты получаешь. В нашей фульвокислоте много углерода, много водорода, много кислорода. И поэтому мы возвращаемся к тому, о чем я впервые начал говорить. Вот как мы используем фолиевую кислоту для балансировки этих 96,3% состава нашего тела. Вау, ты знаешь, используй это в сочетании с диетой, с водой, со всеми этими другими вещами, и все просто произойдет быстрее. Мы можем вылечить их быстрее с помощью свернутой кислоты. Я верю, что Бог знал, что мы здесь все испортим, и Он заранее запрограммировал все это. Это гуминовая оболочка так богата и полна кислоты. И просто для того, чтобы обнаружить это, чтобы мы могли использовать это для исправления вещей. В моей семье моя жена принимала фульвокислоту во время каждой беременности. У нас очень здоровые дети. Я использую и исследую фульвокислоты с 1996 года. У меня было более 8000 пациентов, которые принимали это. И у нас были только хорошие результаты. У 8000 пациентов никогда не было никаких проблем. Мои дети принимают это каждый день. Хорошо. Ты знаешь. Они. Мы живем на этой планете, поэтому мы будем подвергаться воздействию этой среды. И для меня или моих детей, я хочу защитить их как можно больше. Понимаешь? И поэтому мои. Мои дети употребляют, мы каждый день вызываем у них фобию. Каждый день. Почему так получается, что большинство людей не слышали об этих естественных методах лечения рака? Во-первых, практикующие были. Врачи подвергались преследованиям, так ужасно боялись рекламировать. Ты знаешь, они боятся поднять руки, говоря, «Хорошо, мы здесь». Это работает. Ты знаешь, они боятся сделать это по-крупному. Я имею в виду, из-за страха быть раздавленными, ты знаешь, подвергнуться нападению. Это первое и самое главное. Я имею в виду, что они не рекламируют, потому что боятся, что на них нападут. Номер один. Поэтому люди об этом не слышат. Номер два. СМИ не освещают это. Ты знаешь, в средствах массовой информации нет, нет освещения того, что там происходит. Не хочу тебя здесь прерывать. Но прекрасным примером является то, что некоторое время назад у нас была история CDC о вакцинах, вакцине МИОР, которую долго защищали, об аутизме осведомителей. А где было освещение в СМИ? Ноль. Ноль. Ты знаешь, эти люди пытаются рассказать историю или даже... Я имею в виду, что они даже под огнем, или даже под огнем за это, верно? В этом-то и проблема. Ты это знаешь. Тот. Политика медицины мешает людям становиться лучше. Вот в чем проблема. Когда ты говоришь «политика рака», как бы уточни это. Что ты хочешь этим сказать? Как нам заработать максимальную сумму денег на раке? Это политика. Суть в деньгах. Суть в том, что если они не смогут, если фармацевтические компании не смогут запатентовать лечение, хорошо. Они не могут максимизировать свой доход от этого. Они не могут максимизировать свою долю прибыли. Хорошо. Поэтому им не подобает использовать такие средства. Ты знаешь, и если бы ты мог продать лекарства пациенту, чтобы сохранить ему жизнь. Хорошо, может быть, продлить их жизнь, сохранить им жизнь, не сделать их здоровыми, но продлить их жизнь. Ты знаешь каждый месяц, когда они должны покупать это лекарство. Это еще одна твоя продажа. Хорошо. Это дело медицины. Это. Вот как это работает. Это прискорбно. Я имею в виду, что медицина – это такой же бизнес, как и практика. И это все. Это. Это позор.